Итак, следующий урок будет посвящен у нас пониманию комбинации различного цвета, то есть что такое гармония, что такое баланс, что такое контраст, потому что нужно иметь хотя бы определенные азы понимания этих, ну как подбирать правильно цвет и для начала тех, у которых нет образования, скажем, художественного образования, как и у меня, впрочем, но я сама уча, поэтому все-таки я брала какие-то курсы, факультативы и изучала много литературы, поэтому все-таки, ну и плюс я участвовала в выставках, мои картины были уже на ряде выставок, поэтому я хочу немножко рассказать вам об основном, от чего будет зависеть именно эффект вашей картины. Есть такое понятие, как колесо, цветное колесо, на всех учебниках даже, вот посмотрите, даже здесь, видите, это колесо понимает, помогает понимать такие понятия, как баланс, гармония, также важна контрастность и важно понимание композиции, как и фотографировали, например, и вот это, между этими элементами нужно знать разницу и чувствовать эту разницу, точно как же, также играет роль, как понимание прозрачности, полупрозрачности и непрозрачности красок. Например, черный цвет, он втягивает в себя все краски, даже если вы накладываете, скажем, слоями краски, может быть эффект то, что он поглотит все ваши остальные краски, в то время как яркий желтый, значит, желтый цвет или голубой цвет, могут быть полупрозрачными и прозрачными. Также все зависит от количества растворителей, которым вы пользуетесь. Но нужно всегда осторожно комбинировать, значит, темные, именно непрозрачные краски с теми, которые могут поглощаться и эффект может потеряться. Если говорить о таких элементах, как контраст, то естественно, что контраст, это могут быть краски, которые находятся противоположно друг другу в этом колесе цвета, в цветном колесе, и, значит, контраст позволяет, например, черное с белым, красные, оно позволяет создавать некоторые такие вот именно контрастные эффекты, точно так же, как, например, здесь вот этот элемент, который позволяет создать контрастность картине, и оно дает остроту, даже определенные эмоции, что важно учитывать. Есть также понятие баланса. Баланс это по цветовой гамме, и, например, скажем, баланс вот этот, например, по цветовой гамме, это могут быть близкие по цвету, как бы, категории цвета, и в то же время, вот, например, вот эта часть, это тоже неплохая, как бы, комбинация, и дает более такие успокоительные, успокоительную реакцию, значит, более спокойные переходы, но в то же время, ну, нравится, не дает вот таких вот именно резких контрастных изображений на рисунке. В то же время есть такое понятие, как гармония. Гармония – это может быть как контрастные вещества, как холодные и, например, и теплые, но в то же время контрастными – черно-бело-синие. Вроде бы кажется, что не совсем близкие по расцветке и по вот этой энергетической, как бы, значимости цвет, но все же хорошее получается, именно, когда мы это все растворяем и добавляем, получается хорошая гамма. И вот тоже здесь я подобрала, например, видите, они отличаются друг от друга, вот эти краски, вот, и, в принципе, если вы их будете, конечно, все сразу смешивать, вы не получите хорошего эффекта, но добавляя, например, какой-то контрастные вещества, например, тот же белый цвет или, ладно, вот, например, белый, и сюда можно добавить или темно-синий, например, цвет какой-то, то есть это уже меняет, видите, совершенно по-другому воспринимается эта картина, даже если два цвета поставить близких по цветовой гамме поставить вместе. То есть, собственно говоря, вы должны подбирать краски так, как бы, ну, чтобы приносила приятность вам и имела какую-то определенную, ну, как бы, значимость, как бы, не смешивалась, не забывайте, что когда вы смешиваете краски даже из растворителя и потом сами краски, они могут взаимодействовать с друг другом, поглощая друг друга, меняя цвет друг друга, поэтому важно понимать, что не все краски сопоставивы и или же вы должны очень осторожно их вводить в свой рисунок, скажем, отдельно, какими-то там каплями, слоями и они сразу все смешивают. это тоже важная работа красок. теперь я рекомендую всегда всем начинающим, как я сама, для того, чтобы понять значение красок, начинать с контрастных красок. И обычно это три цвета. Например, красный, черный и белый. Это очень хорошая комбинация и, скажем, мы можем начинать из трех вот таких красок. Многие не рекомендуют добавлять больше пяти красок, потому что, скажем, можно получить, опять же, нужно понимать, какие краски будут гармонировать с другими красками, то есть, как они друг другом гармонируют, но, скажем, такой цвет вполне подходит. Можно давать краски, которые, скажем, недалеко находятся друг от друга цветовой гамме, но, например, их композиция и плюс какой-то элемент, например, тоже можно добавлять. И вот эта игра может иметь довольно интересный исход в своей комбинации. То есть, играя с красками, вы можете приблизительно как бы раскладывать все это. Вот, и смотреть, какая комбинация каких красок вам нравится. И это неправда, что некоторые говорят, что вот нельзя, например, там близко-теплые, это нас смешивать с близко-теплыми или там противоположные, как бы не совсем хорошо смешивать, но, например, зеленый с оранжевым, вот, вроде бы не совсем удачной комбинации. Но если добавлять еще дополнительно какой-то элемент, может получиться очень хороший вот этот рисунок. То есть, эксперимент это всегда за вами, и не нужно бояться экспериментировать. И, в принципе, я считаю, что каждый должен научиться чувствовать краски и различную комбинацию красок. Теперь также важно такое понятие композиция. Композиция это то, что как вы хотите, чтобы выглядел ваш рисунок. Самое интересное, что композиция в жидкостной технологии, она может создаваться, как бы мы начинаем в одном варианте, а получаем другой вариант, то есть не всегда тот, который мы задумали. И это действительно лучшая, это прекрасная сторона жидкостного рисования, что мы в реальности не знаем, что мы в итоге получим. Поэтому, когда я начинала вот эту картину, я думала, что будет одно, получилось другое. Вот эта картина нарисована практически по той же технологии, что и эта, но совершенно другая. И, в принципе, ну, как бы мне очень понравилось, потому что тоже довольно контрастная, интересная. Это тоже, как бы, картина, которая была сделана из остатков краски, которые у меня остались, и мне было их жалко выбрасывать. И поэтому я их решила вот тоже использовать, и, в принципе, получилось очень хорошо. Другие мои картины, которые тоже созданы как раз из остатков, они тоже, собственно говоря, для остатков я использую такие небольшие полотна, потому что это могут быть, как и небольшие картинки в рамочке, и, как видите, довольно интересное изображение, вот то, что остатки красок, чтобы их не выбрасывать, и я считаю, что вполне интересные получились эксперименты. Вот, пожалуй, и все о красках, хотя в ходе рисования буду рассказывать вам больше. Итак, до встречи в следующем видео.